Нуждаются в защите. Депутаты областной думы обсудили вопросы прав несовершеннолетних. От чего стоит оберегать подростков, расскажет Анастасия Куклева. Насилие над личностью, наркотики и алкоголь. Это лишь небольшой перечень того, с чем в период взросления может столкнуться подросток. Оградить детей от погубного воздействия общества – основная задача родителей. Но встречаются семьи, в которых угрозы исходят от самих взрослых. Помочь таким подросткам готовы специалисты реабилитационных центров. После того, как ребенок поступает нам в реабилитационный центр, ему оказывают социальная медика, психолога, педагогическую и правовую помощь. Но наша работа не ограничивается только с работой с ребенком. И мы ориентированы также на помощь биологической семье несовершеннолетнего. Актуальной остается проблема с наркотиками. Большой популярностью среди подростков сейчас пользуются спайсы. Детям их предлагают практически на каждом шагу, в том числе и в интернете. Депутаты говорят, бороться с распространителями курительных смесей надо активнее. Можно найти сам, скажем, системный блок или саму систему, откуда шло это распространение. И прекрасно понимаем, что количество людей, которые это делают, их не такое большое количество. Они делают не с миллиона компьютеров, не со ста компьютеров. А скорее всего это происходит там в Саратове, может, с 10-15 компьютеров. И отследить эти компьютеры, я думаю, при большом желании возможно. Другой момент, сколько попыток вы сделали к тому, чтобы выявить эти сайты, кем они распространяются. Уследить за своим ребенком непросто порой даже самым образцово-показательным родителям. Народные избранники считают, что необходимо контролировать свободное время подростков. В различных секциях и кружках в регионе заняты 82% детей. Остальные предоставлены улице. 18% незанятых детей, куда мы можем их усиленно направить и кто, соответственно, может их вовлечь во внеурочную занятость. Как предложение очень хорошее, которое тоже стоит рассматривать именно в этом направлении создание и вовлечение в эту систему вузов и тьютеров из числа студентов. По статистике, незанятые дополнительно подростки чаще других фигурируют в криминальных сводках. Чтобы этого не допустить, несовершеннолетними необходимо проводить профилактические мероприятия.